добрый здравствуйте я самый лучший президент сп челлендж никита ты где глаз потерял свои не понял я был выбор и как видишь у меня два глаза на месте а ладно тогда ладно ладно но у меня сегодня президентские жесткие дела что он решил стать лучше президентом и худшим давайте так я уже был блядь я уже достигать и давай отсюда мы без тебя разберемся туда и мэр мэр когда можно стремление революцию какую-нибудь чем такое я бы вообще тип уже его кикнул с город но типа сколько он поставил это предлагаю как будет захватить этот город никита я буду на самом деле все мучает типа ты будешь ты не могу у меня играете по реально нет ты будешь работать на меня плеткой кожаная бьет короче меня все скинул скинул чтобы он не не кидал задание который не делает сам ладно нормально да нормально 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 здравствуйте господа с тех пор как ушел капитан заки мы сделали выборы они сначала закончились митингом потом мы сделали еще перевыборы но выборы как мы сами выбирали мы сделали потом перевыборы и чё-то какой-то тухлячок ну то есть фбр овцы реально ну чё-то охраняют хайпят но но нету каких-то приколов с фбр овцами вот я я бы я не почувствовал я говорю на свои ощущения опираюсь вот и поэтому папа 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 бам 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 вау это кто такой нахуй капитан заки ёбаный вот короче последнее что мне сказали что на собрании фбр ов но у главы фбр спросили чтобы он выбрал сп или доту 2 и он выбрал доту 2 ну и собственно в таком случае я думаю что он будет не очень против если мы его подвинем и поставим капитана заки на сколько вы приходите сказать на месяц на месяц пока мы не найдем достойно достойная замена мне хорошая чтобы был хайповый чтоб и смешно было и ивенты были они просто охрана да вот всем привет будет у нас значит исполнять роль головы фбр я думаю за это времени он достаточно потянет качество фбр потому что она просела фбр овцы даже на охране себя показывать не особо хорошо последнее время за это время он все починит подправить и подготовит уже себе преемника если он устанет и этот преемник уже будет подготовленный с энтузиазмом встанет на главу фбр и дальше будет развивать эту организацию в принципе все я вот так вот у себя в голове прогонял то что меня бесит чебоксары я хочу заметить то что среди фбр овцев при любом главе вообще просто и респектую фбр овцом что почему-то именно среди фбр овцев чебоксаров блять практически не присутствует но ни одного вот блять во всех структурах везде есть уёбок какой-то который подойдет и скажет привет когда стрим среди фбр овцев таких нет ну все блять видишь воспитание работает никакого уёбка не было нахуй все как было при мне таки осталось нахуй все мэри и мэнби красавчики ебать капитан заки скажите пожалуйста вы планируете массовые увольнения или все на кайфике будет я проверю щас чок сотрудника еще делают что там по активности сейчас проведу собрание обсудим то что хотел сделать мэнби мэйли и все нормально ну вы считаете что все таки предыдущий глава фбр ну не уёбок а ну типа нормально он нормального лучших реча очевидно но вся слева всего доброго поздравляем когда завтра или сегодня вы там уже до сегодня наверное ну надеюсь что будет нормально а сейчас будет на стриме рассмотр петиции которые вы подписывали или вы можете прямо в этом подкасте будем расспрашивать со всеми людьми то есть они кстати если еще будут выходить люди которые эти петиции предлагали было бы здорово реально 422 голоса люди проголосовали за выбор должности владельца города добавить в профиле на сайте где написано мэр города возможность менять вид правительства король император герцог канцлер и т.д. а также добавить роль заместителя владельца города там просто написано мэр а вы хотите чтобы там было бой больше всяких добавлений всяких словечек до было добавлено слушайте но если просто надписи добавить я бы ну окей я бы попросил его бы прикольно если была бы эта кнопка на сайте узнаешь которая вот ты нажимаешь и вот когда ты добавляешь жители в город вот чтобы кнопка типа кто ты типа ты сам кто мэр или там кто и ты его нам дал и писал что хочешь вообще типа хоть мак там не знаю средней полосы 6 дальневосточного округа я согласен окей я спрошу андрея лобстера и не факт что это будет в ближайшее время но мы ему пошлем такое задание чтобы этому можно было бы добавить следующая пожалуйста маленькое приятное изменение 408 голосов за привет я собираю подписи чтобы добавить изменения на сервер так как волнуюсь насчет оптимизации 1 дата пак который убирает возможность эндерменом брать блоки и у убирает у тех которые уже взяли я вам скажу так сразу спойлер по моему это не дата паком надо делать потому что дата паки сами нагружают по себе сервак моды это типа моды плагины меньше это плагины можно сделать мне интересно по поводу первого давайте вопроса много вендерменов вообще-то это было сделано еще когда спаун был снизу не разбомблен там не было пустоты и там очень много эндерменов и когда лазил там там действительно очень много эндерменов которые брали блоки различные и грибы и плюс и они и они не деспавнились после этого они не исполнится они и потом они ставили грибы эти грибы еще больше размножались да да и еще это было сделано то чтобы в тф убрать блоки которые воруют иногда было у меня в палатке воровали блоки окей я понял следующий вопросик дата пак запрещающий ломать блоки дракона это жену слишком жестко это это для того чтобы построить какие-то прикольные вещи в венде у нас когда спавнится дракон он имеет паттерн ломание блоков то есть он какие-то определенные блоки может убирать ломать кроме по моему дарника и его разновидности то есть это ну позволю бы строителям не ограничиваться плане строительства плагин уменьшающий частоту проверок жителями блока профессии позволит уменьшить нагрузку на сервер поподробнее пожалуйста определенно проверяет блок профессии свой он проверяет кровать и возможность добраться до работы и и вот это как раз таки он блин на частоту делает там условно на сколько там тпс он проверяет это и если это уменьшить во первых уменьшает торги и количество которые ты можешь делать за день и принципе проверку длины то есть он не просчитывает серы не обрабатывает его путь до профессии условно это прикольная тема окей я понял это но в принципе плюс дальше плагин уменьшающий длину проверки блока профессии жителями житель будет видеть только блок профессии перед собой то есть явно свою по сути не очень можно будет сделать именно дерево нет нет он видит деревне это три кровати то есть он как бы себя считает на кровати но суть в том то что он тоже ищет блок профессии словно там угла такой там сон вы ставите там в деревне миллион верстаков которые можно возможно взаимодействие там зона бочки там т.д. и т.п. и жители бегут к ним и начинают ну в профессии вот такое они не будет они будут видеть только перед собой это нужно для того чтобы север меньше нагружался от жителей потому что есть механизмы которые это полностью убирают последние два мне надо по поводу профессии жителей надо обсудить с мистером ганакой но прикольно то что 408 человек прям типа за проголосовали за эту тему по поводу ломания блоков я если честно был бы против но посмотрим потому что из-за этого у нас может быть мега энд да 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 тем более учитывая то что завтра конкурс энда запустится надеюсь вот но это уже какое-то вмешательство жесткое в игру я вот тут не уверен мне надо это жестко пообсуждать вообще взвесить но опять же если 408 человек проголосовали за и 51 против в принципе ну почему бы и нет снизить цену на подачу петиции 322 подписи за я предлагаю снизить цену за подачу петиции хотя бы до 10 ар ибо не у каждого человека с хорошей идеей есть лишний стак если же будет рофл петиции предлагаю сделать набор модераторов на сайт чуть-чуть снизить ok но не до 10 аров это пиздец потому что как раз таки в том то и прикол что ты ну оцениваешь свою идею как достойную или нет это во первых во вторых петиции это сборы людей вы можете с кентами скинуться по 6 человек по 10 аров скидываетесь и уже тоже подаете петицию вот короче ну пока попробуем в два раза снизить скидочку сделать а потом посмотрим торговый чат объявления суть идеи заключается в том чтобы сделать команду позволяющую написать объявление в чат которая будет работать по откату в некий интервал времени также можно сделать команду которая мутит торговый чат что позволит общаться людям в глобальном чате без копипаст и надоедливой рекламы я могу предложить такую тему я вообще не играю с глобальным чатом вообще почти самого начала я бы хотел бы чтобы у нас было где-то место где сми и даже если ты выключаешь глобальный чат короче в сам кто-то играл вот там вот есть и по радио ведущие вот там можно типа заказать рекламу и эта реклама всем высветится типа приходите в такую-то палатку или что-то вроде того и либо чтоб это по аукционам было либо еще что-то вроде того короче чтоб это всем высвечивалась это норм тема хуйня или не хуйня пожалуйста прямо вот в игре напишите чтобы даже если глобальный чат выключен чтоб тебе могла рекламка прийти потому что это будет взаимоотношение игроков но на ивенты будут почаще приходить и все такое так разберемся к снизу клин запишите пожалуйста можно это будет протестить типа здесь закрываем все так компании все не существует сбор подписи поехали дальше добавить sp sale и sp delivery тут я могу только прокомментировать то что в процессе и все ну sp sale день в последнее время не супер хочу добавлять я вроде говорил ну вот грифер заходит там ему надо пойти в торговую федерацию дойти до нее там что-то украсть а из посыл у нас будет прям в хабе там просто бочки берешь лутаешь и все это типа ну вот вот это вот единственная проблема а так я одну только за окей нормально верните слэш секс 385 человек проголосовало требуем вернуть это очень полезную команду так как она давала заниматься очень полезными вещами эта команда давала почувствовать себя не девственником но я так предполагаю это больше в ровно если честно мне понравилось как это все было я тоже вот но типа было прикольно вот он сейчас в чате майнкрафта что плюс-минус написали чтобы понять насколько все были да конечно все плюс напишут интересный факт короче sp maxi там ну типа был не супер жесткий онлайн типа как только добавили слэш секс в три раза увеличился онлайн сервера блять просто добавление слэш секс я не шучу нахуй ну так вот верните люди хотят жестко и ну да так создать министерство кумара 145 человек проголосовало за создание министерства кумара министерство кумара будет обязательное обязана выделять один раз в неделю внеплановый день кумара также раз в два месяца выделять неделю кумара и конечно же создать на спавне дом кумара где будут выдаваться каждому желающему апкарска айсберг и и с ягодным смузи 1 1 кайсберг да я да не тяжело вот это вот буквы эти читать я я уже в процессе создания если честно про ну вообще вы звучит смешно и когда у нас была кальяновая эпидемия на сп люди реально в городах друг другу ездили здравствуйте расскажите поподробнее про министерство кумара в общем суть такая что люди смогут прийти ну покайфовать отдохнуть особенно госслужащие но у них непростая работа им будет выделяться 1 с к айсберг всем желающим с ягодным смузи ну это важно подметить плюс ну как было написано будет построен прямо на спавне дом кумара куда заходишь тебе там дают просто тяги великолепные бархатные ты их обуваешь тебе просто в руку дают 1 разочку и ты проходишь там девочки кальянчик все дела можно в спокойно побраница а это обязательно вот именно броница это самое главное броница это одного из самых главных но это все еще нужно продумать потому что вы готовы быть министром кумара вообще без проблем поздравляю вы назначены министром кумара ваш бюджет пол стака аров без проблем все отлично я на добровольной основе готовим и тогда завершаем компанию потому что мы создаем министерство кумара отныне на сп открыто так регистрация городов андрюха петиция 181 человек за добавить инструмент для упрощения регистрации территории вам необходимо предоставить работнику министерства юстиции следующие данные координаты и радиус сайт автоматически выше и высчитает площадь вашей территории на карте и не позволит зарегистрировать ее это хуйня полная я отменяю это потому что иногда многие города живут близко к друг другу и наоборот вот это непозволение это хуйня потому что тогда и вычитается какие-нибудь интересные суды вычитаются какие-то договоренности покупки друг у друга территории и так далее мы просто будем забивать теру и ну и это хуйня полная но и тем более андрей остр это никогда в жизни не добавят потому что это еще надо разрабатывать автоматическую расчет вот этой всей хуйни поэтому нормально но мне говорят дочитать также при наведении на город на карте появляется полупрозрачная рамка показывающая границу города таким образом вы можете уменьшить количество территориальных конфликтов мне наоборот кайф что территориальные конфликты есть всех я все нормально это банна все я самый лучший президент кстати у меня челлендж отключить размножение грибов пожалуйста поподробнее можно пожалуйста крисича сюда наш министр инфраструктура здрасте скорее всего вы заметили что на сп стало слишком много грибов я предлагаю отключить их естественное размножение в темных местах по следующим причинам грибы сами по себе являются источниками света что при их огромном количестве создает нагрузку на сервер грибы могут подбирать тиндермен и помогают им распространяться грибы растут почти где угодно и в любом измерении уродуя собой постройки хуйня полная я против в великий джеб блять и и разрабатывал придумал чтоб мы ее просто убрали нахуй на сп есть богатый опыт отключения механик и эта механика она не влияет именно на игровой процесс то есть если нужны грибы можно по-другому их получить о чем я написал в последнем пункте эта механика она просто сейчас ну мешает играть то есть буквально гриб светится из-за этого серверу очень плохо если просто пройтись уже по хайперу пидачу отличные координаты весь каркас просто грибами уже этими это ужас так господа greenpeace овцы выступайте за защиту грибов я буду на вашей стороне хуйню сказал типа это кинс отпиши мне чтоб я это с мистером ганак и абсолютно хорошо отмена налогов на казино пожалуйста давайте посмотрим недавно появился такой закон что абсолютно все оффлайн казино облагаются госпошлиной 150 таров неделю ебать блять почему я допустим должен платить за казино даже не на спавне а в своем городе на моей территории а про то как задушнили казино на спавне я вообще молчу примеру мой город строил мини казик и не особо для для заработка активного а для привлечения народа в город просто развлечения с чего мне должны с чего с меня должны грести 600 аров в месяц я вообще не понимаю так пожалуйста у вас есть что сказать квинс по этому поводу но во первых этот закон уже существует как полгода я не знаю что игроки только сейчас проснулись ну что-то никто не уебывался раньше а во-вторых ну ты делаешь казино казино большой заработок и 150 таров неделю я не знаю но это мега мало даже как по мне я сделал один автомат и реально ну окуп пять минут этого просто есть такая тема то что нам стоит ввести налог на казино в плане каких нибудь там не в плане как rp то есть если там казино дитрена с целью заработка да тогда стоит а для и брать от налог это будет определять а вот это уже вопрос когда будет определять поэтому возможно даже рп казино не может существовать без заработка то что казино ты именно приходит чтобы играть на деньги хоть рп хоть не рп ты не пойма не варка кстати 35 человек против на два человека больше чем за тебя и по сути пока что это только контролируется на территории спауна потому что из-за чего это было но потому что весь спаун у нас был допустим 20 летных территорий и постоянно мне и лотари жаловался в начале сезона и сейчас люди жалуются то что больше половины территории всегда занимали казино эти ебучие с именно поэтому были введены такие штучки чтобы как бы уменьшить казино и делать приток рп бизнеса поэтому идите свои города и пиарте их за счет своих казино все и нормально и не платите эти налоги потому что не пойман него вот и нормально вести ясность и правки касаемо сроков министров срок службы министра должен быть три месяца нельзя занимать одну должность более двух сроков подряд нельзя занимать помимо должности министра какую-либо другую государственную должность обоснование данных изменений введения конкурентного и не сильно большого срока службы повышает возможность новых людей попасть на пост министерство ограничивает власть одного человека уменьшает риск стагнации и деградации развития каждой сферы жизнедеятельности согл или не согл алио в министре вот соседние я согла в принципе так ну мне а я не согла у нас всегда мисп и никогда не было сроков для министров вот если у нас министр какой-то ну начал уже разлагаться да ничего не делать но мы с тобой видим войс тебе грамм и быта и такие типы все пора менять и мы его заменяем никогда у нас не если брать так то тот же капитан заки сейчас когда мы вас там вроде не должен был быть потому что он по сути сидел танзаки я бы сказал это экстраординарная вынужденная мера было но опять же это тяжелый вопрос который по сути на исполм как бы тоже министерством по сути считается да да это министерство любые рп структурные рп это тоже является то есть слог службы три месяца это учитывая наш набор министров от нас раз в две недели будут постоянно выборы что за всех поэтому мы же поэтому кстати полгода и по мы делать начале сезона если ошибаюсь и я в фбр я бы не менял фбр и должность два раза но в принципе никто и не занимает подряд да еще за три месяца допустим вот тысяч министров и структуры вот он у него проекты ветки достроить ну он может просто не успеть уложиться в эти сроки типа с и мотивации как таковой для отчета делать для сервера не будет если знаешь что если знаешь что через три месяца ты уже съебешь куда-то вот поэтому если у тебя не ограничено слушая давай даже с другой стороны вот бывают челы которые заебались им просто страшно уходите на какие-то не но они уже и на испытом допустим не так и я же это вижу тебя докладываю мы выбираем его но тогда ладно добавить правила на сайт так читаю смотрю добавить раздел правила на этот прекрасный сайт как на картинке просто вот здесь где-нибудь да сбоку слева вот сейчас ведь сейчас все я короче я наверно согласен но эти правила нормально расписать но я согласен окей я завершаю запишем я могу дополнить я могу дополнить дамы в дискорде это буквально вот вчера позавчера это сделали на сайте бы тоже будет по прикольнее что человек только зашел и не факт что он должен на испыть даже заходить чтобы с правилами ознакомиться я а нет подожди это прям свежаки сейчас пошли или них не тогда я не буду их вообще да давай им дадим время просто давай им дадим время все ну всего доброго тогда до свидания самый лучший президент в мире анонсирует что мне дадут аров и вы сможете ко мне приходить игроки и со своими идеями которые на весь сервер будут распространяться то есть брать на ивенты все всего доброго до свидули дули 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 алё дай денег все я сегодня значит как лучший президент буду раздавать народу деньги деньги значит где сейчас татарчик подойдет больше двух тысяч лучше не тратить потому что сейчас не особых так подожди мне мне сейчас просто себе снять две тысячи аров из казны правильно ну да где-то ту а в каком банке я могу их снять сейчас здравствуйте я собираюсь сейчас в сан тропе и мне надо снять две тысячи аров сказанные шоссе вам шалтер куда служить зам пусть это в сан тропе был но ты много потерял я думаю сыночка я в сан тропе так пожалуйста первый человек с презентацией проходите пожалуйста в наш топовый кабинет мы выделяем сегодня деньги с министром культуры да здравствуйте мы короче ну гениально этот stalker comics корпорейтед мы хотим создать комикс на из комиксы до комиксы то есть нам ну всякие нам по всяким вселенным жестким как это будет выглядеть что это будет расскажите это будут арты которые для начала рисуются у нас художницы есть сначала они рисуются потом прогоняются и редактируются фотошопе ну примеры какие-то у вас есть вообще и вот как раз таки вот вот вопрос как раз таки в надписи сейчас вопрос надпись это не видно надписи надписи будут это просто тестовая версия мы не это проба пера потому что один шалкер это типа одна серия комикса или как да да это типа один но не шалкер там не дошел керами будем продавать ну во первых если это коммерция то практикует тема что они должны будут вернуть все вложение или с каким-то коэффициентом не ну коэффициент это банчик я бы выдал потому что сегодня я добрый скажите вы готовы на то что но чтобы вы отбили все это вложение потом но своими продажами а потом вы плюс будете работать на мутку была идея короче вы там что-то говорили вы хотели это как сказать прикву к жоперу ну мы можем с вами скооперироваться и возможно так прикольно 300 или сколько 500 сколько вы сказали 500 0 500 много ну 300 так я тебя вот этот стак еще тоже сюда добавлю не 300 вам нормально или 400 давайте с торгуемся до 400 правильно 400 да и вы получается через сколько 28 дней должны вернуть вы успеете это все реализовать все в таком случае у вас 4 недели татарчик вы запишите что дам нам все тогда записываем следующий пожалуйста следующий все вот знают раньше у всех детстве по любому были карточки человек паука то есть вот эти вот эти вот карточки могла вот я хочу вам показать то что я хочу сделать такую штуку на сп точнее она уже сделана примерно то есть для сейчас всего присутствует это усовершенствованная версия вот этой игры человека паука а это это игральные карточки и в них играть это игральные карточки сейчас объясню смотрите вот тут у каждой карты блять сложный человек паука видеть то что да это ты сам только это усовершенствованная версия то есть тут есть легендарная карта это вот оранжевая красная здесь сколько стоит да блять иди нахуй отсюда подпездыш то есть преимущество зеленые цвета это обычная карта у нее самые маленькие статистики и она такая обычно потом идет редко это синяя карта вот то есть покруче фон побольше статистики уже и дальше идет эпическая карта вот фиолетовая то есть тут уже обводка присутствует и также статистики больше и самое редкое это вот легендарная есть но я вас понял а может быть человек не человек паук не легендарный допустим да конечно вот человек паук он будет ну то есть все герои присутствует в четырех видах то есть человек паук есть зеленый ну редкий и фиолетовый а вы просто по приколу мне можете сказать как как играться ими вот как ими да конечно вот игра простая довольно достаточно вот вы сначала я могу даже продемонстрировать вот смотрите давайте мы с вами договариваемся в начале то что мы хотим поиграть например на легендарных карточках то есть вот у вас карточка у вас там есть четыре легендарные карточки в шалкере вот вы ставите шалкер и я свои ставьте так и после того как мы решили на какой редкости мы будем играть мы еще выбираем какую характеристику на какой характеристике мы играть то есть у карточки есть сила интеллект ловкость и скорость особые умения и бойцов и навыки на чем вы хотите сыграть я хочу сыграть на особых умениях хорошо то есть нет на интеллекте хочу сыграть хорошо хорошо давайте на интеллекте вот мы договорились мы играем на легендарных картах и на интеллекте то есть вы берете одну мою карту из моего шалтера а я случайно из вашего вот я и взял и мы ставим вот сюда а ты пососал ты пососал старый опять проебал сюда нахуй не я понял это прикольно и теперь что я забираю эти обе типа карточки да и вы получается мы можем играть либо на артам либо на что угодно но в основном обычно играется на карточке то есть если вы выиграли а вы забираете вот эти прикольные тишки и вашу коллекцию переходят все я вас понял снимайте у меня несколько вопросов к вам по поводу вот это это во первых ну коммерческая история правильно мы с life его ром договорились это уже будет но в центре т.ф. я понял клёво а мы вам зачем в таком случае но призовой фонд потому что всего будет под первый тираж но выйдет 200 карточек это 200 карточек это я четыре месяца уже но занимаюсь этим проектом и первый человек кто соберет все 200 карточек получают призовый фонд но эти карточки будут коллекционировать люди и они будут играться в них и это будет круто для все сервера это конечно но но при чем тут выдача денег а мне сказали что вы миллионер кто что неправда что вы самые богатые на сервере он основатель и 100 миллионер клуб то сабы тот самый вы основатель сп миллионер клуб значит и вы у нас хотите вот взять а это скандат артик вы когда причем 10 это я делаю огромный и ну и венты которые уже четыре месяца потратил и просто слушайте но вот то что вы сказали то что чел который соберет все 200 карточек это полная хуйня вы же понимаете ну не 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 будет нового я не считаю что это полная хуйня это раз это все делать радиаров я это до 4 месяца я при я самый богатый игрок на испарии делают радиаров умно хорош ему 23 года нахуй нахуй мы ары блять майнкрафте он еще красиво очень в реальной жизни красиво живет москва сити и заказывает таки гандон так подождите я теперь требую вашу фотокарточку я могу скинуть у меня все есть скиньте мне девушка я бы его девушка еще красивая пиздец слушайте знаете сыр у вас блять знаете может вы еще и в сантропе были давайте валите нахуй отсюда спонсировать я вы не хотите проспонсировать мою поездку в сантропе в real life просто не надо ну нет я только мамину поездка ну ладно тогда конечно будем так вот это все к чему я просто очень много времени трачу на это и и хотел бы просто получить какой-то взнос от вас хотя бы небольшой чтобы покрыть хотя бы минимальные расходы и так как я хочу запустить этот ивент до до лета до начала лета мне нужно еще за дизайнить и перестроить 100 карточек уры вас устроят 5 уров а сколько вы у нас хотите попросить от 400 чем больше конечно тем лучше чем вы нам планируете их возвращать или это вы простите на безвозвратной основе часть этих денег пойдет на команду которая поможет мне перестроить и нет извините мне до фева сейчас написала то что вы ее трахали его посадят да я кого-то кружи блять не трахал ей 14 авиатуры принимаете вместо аров следующий пожалуйста следующий здравствуйте здравствуйте так стакаров стакаров ну это пиздец но давайте не 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 это все записывает от меня подарок я с меня именно передам от меня лично из казны я не брал где нету зря 4 месяца это не я не понимаю почему из казны должны быть старина она смог продвинуть свой проект здравствуйте здравствуйте президент вот именно вот именно мы ездили только что она вызовет своя и заметили то что на сервере с.п. играет очень много новичков мы получается выборовцы готовы скрафтить два шалкера топочек два шалкера инструментов и я пингану в госканале получается игроков с.п. о том то что вот фбр раздает новичкам арт пол блять ресурсы вот это будет проверяться получается через сайт сколько новичок играет вот если больше месяца то вряд ли мы ему что-то дадим если меньше месяца или ровно месяц то мы ему дадим звучит как полная хуйня ну просто забираете часть геймплея у людей они не будут торговать они не будут с другими людьми взаимодействовать я накинул туда тайк из-за того то что экономика на сервере сейчас немного страдает это неправда это неправда жители алекс перчатый нахуй на чистое на ебаная с получше сервер смотрите я бы больше бы согласился на то чтобы вы выдавали допустим железную броню железные все инструменты и еду на первое время новичью вот это это окей но это можно пачку выдавать но это пиздец сколько вы сделаете за четыре старов топочек вот сколько ну или за сколько сколько вы там попросила пятидесяти топочек а нихуяся не тогда извините топочек алмазных можем до алмазных алмазных да так не зритого хочу ебнутый на извините но тут еще министр культуры если он говорит что это банная идея и у вас он вас в рот его кокаина возьми хорошо татарчик расскажи стишок про пупу и лупу пожалуйста не надо не будет почему а ты знаешь что это твоя обязанность как министр культуры рассказывать стишок про пупу и лупу ты сейчас свое законное ну то есть требование не выполнил мое время занимаете реально скажите вы будете идеи идеи топовые презентации хорошо хорошо если вам не нравится раздача топочек тогда ну предлагайте свое железная броня полная хуйня смысле я вам должен предлагать то за что я вам дам денег слушайте вы совсем охуели я вас только вчера назначил его вот это вот 99 тяров и мы сойдемся на равных условиях 5 уров мое последнее слово 5 уров нахуй я твои 5 уров рот ебал понимаешь нахуй я вертел теперь хуй черный стал хорошо ты да смотри мне надо получается у меня есть еще один проект мне кажется рыбы короче все пока вы с ними уйдете вы что тут делаете блять давайте попрошу по некселю кто следующие следующий пожалуйста раздаем деньги бесплатно здравствуйте здрасте ну вот это вот по голосу сразу слышно что это молодой предприниматель он в клубе миллионеров состоит сто процентов как моя мама между прочим здравствуйте я хочу вам предложить я думаю это самая крутая идея это вот офис для попускала всего внутри он будет то есть там будут приемные всякие вот и то есть вот внутри это вот первое то что то есть вот сидит человечек это такой ковер крутой вот тут приемная первая приемная вторая и сцена такая ну просто чтобы там люди могли что-то поделать там а вот слева внизу там сидит кто это просто челик сидит там принимает людей которые и в говорит им куда им пройти там вот второй этаж тут это офис тут будут мы будем набирать людей и будем их учить попускать правильно здесь будут я сидеть на босс конечно вы тоже босс но я тоже много да вот не ну да вот тут и зона отдыха будет они тут будут чили там могут себе кроватку поставить здесь еще 3 отдыха зона отдыха от попускал его правильно но нет попускаем везде а то есть даже в зоне отдыха попускал его будет ну конечно это наш отдых вот и на мишу ли ях а то в зоне отдыха вот вот научение в опускании мы будем учить людей ну как правильно попускать там у всех например майншилд можете пожалуйста ну просто чтоб мы не думали что вы пришли с нас денег у жестко трухануть вот можете попустить пожалуйста вот это вот персонажа вот смотрите на него указываю чел ты лох сколько вы хотите аров 500 пошел находит сюда мне давайте поменьше не все давай вышел вышел отсюда нахуй здравствуйте здрасьте здрасьте пока подарок сигаретка как бы подарок государства да еще как бы хочется спросить ну слышали вы такую песню у меня к вам не без предложения здрасьте как вы наверно знаете 7 мая 7 мая будет концерт у мазелла так как бы но в чем плюсы как бы ну хочется спросить да у меня значит у меня уже есть мои как бы чебоксары которые будут не в этом помогать значит что мы делаем мы приходим за пять часов до концерта занимаем самую первую очередь значит самое первое место чтобы быть как бы ближе как бы к сцене условно вот это у нас сцена ближе ближе к сцене дата как бы хайпить жестко да мы делаем плакаты славы sp типа sp wars покупаете так далее да в это время дрейк там и всякие вот эти вот из 89 склада стриме как моделов там ты стыры пыры поет свои песни как бы ну да вот значит что мы делаем мы и рисуем ебейший qr-код пишем сайт sp wars.ru покупайте проходки на сп чего такие ебать отсканирую берут бай-бай и покупает все как бы ну проходочки вот как бы с прошлого концерта как всем проходочек уже было но тогда мы ну не жестко мы с чего мы взяли что именно из-за ваших деятельности ну ну потому что мне семь человек написала как бы новость и встретили майнкрафт скале типа вот красава мы с тобой есть на концерте вот решил купить проходочку я говорю бля братанчик спасибо мне очень приятно как бы вот значит ну что еще будет помимо этих и ну как бы никому не нужных плакатов значит как бы я специально приду чисто футболочки и ну такой как бы зипки такой как зипко ходе смоу не такой да значит мы заранее на моем теле напишем слова сп слова сп до нас будет наверное человек 5 до значит я жестко раздеваясь у меня на груди на животе написано слова сп просто огромными жирными буквами меня челы берут на руки вот так вот вверх поднимают и просто жестко меня трясут чтобы каждый подписчик каждый зритель телеканала мазелов увидел и опять же купили проходочку да значит что еще будет как бы сделано значит мы будем подкупать людей значит как мы это будем делать мы подходим к рандомным челам ну знаешь там типа такие которые жестко весь танцпол там делают такие не за как называют на короче такие жирные мужики с пузом когда вот надо разогнать как бы слэм надо разогнать вот они всегда приходят вот я рассказываю историю внезапную был на концерте этого блять бушу джо короче залетая в слэм блять залетает мужик он меня пузом как ногу хуярит и короче отлетел на километр но такое еще не было значит ну вот что мы делаем мы берем подкупаем от этого как бы пузатого мы его подкупаем да и на чтобы на его пузе было sp world.ru понимает и кьерку туда еще залепить да вот ну такие вот у меня пока планы естественно будут как бы еще больше плана вообще разъебну как бы планируется разъебать в очередной раз просто концерт мазелло так как бы новая это не концерт мазелло это концерт сп на пу как бы вот ну значит что хочется что хочется хочется как бы но так чисто ну чтоб с кайфом было как бы ты чаров просто ну до свидания значит я беру найду тысячу арах покупаю людей и они как бы ну я им плачу 1р в час и вот они получаются 1000 часов кричат президент с.п. самый лучший как бы на улицу выходит из своей жизни жизни выходит на улицу потому что в окно могут покиньте помещение можете покинуть помещение такая темная время тратить фоксову моему миссер шалкер должен следующий пожалуйста с нормальными идеями есть у нас людям идея нашего ивента это формула 1 на sp5 идея вент провести формулу 1 из реальной жизни в sp5 а также развеселить игроков как бы должны быть выглядеть болиды болиды должны будут быть на основе лодок в принципе логично гонка будет происходить по некоторым городам сп которые будут представлены позже ну в принципе в реальной формуле там проходит ну по городам например да 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 мы хотим поставить на дороге лед чтобы она можно было ездить а как вы вверх вниз будете вот это передвижение смотрите вот тут у нас тут старт вот тут едем такие вот спускаемся и вот так вода а если что поставим маршнями или механизм прошли меда пошли так хорошо вот мы поставим ну наверх дорог лодка и лед по сторонам поставим ограждение если что мы с командой это все уберем после логики поставить и потом сносите именно на на момент да да а вот столько же сколько формула 1 или как ну это как раз самым интересным подходим гонщики будут должны проехать 10 кругов 50 кругов принципе это слишком много я думаю можем даже сделать 15 кругов ну 50 кругов очень на понятное дело как видите ну вот на картинке мы сделали примерный план как будет происходить у вас в городе вот тут будет приезжать да вот и где будут происходить гонки это я сначала первая гонка хочу траги в мультикоре а там дальше придумал должны быть а должно быть в 5 в принципе города должны проводиться и вот в последнем да а на что вы конкретно просите деньги давай она лед и награждение сколько вы хотите денег 400 к 3 вот в этом кто участвовать сможет вот во всем в этом участвовать и да вот да забыл дополнить в гонках будут участвовать 20 человек и два человека каждый это будет из каждого города мера из вашего города например я просто к примеру подставлю суджи и но я поймал по два человека с города да 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 и они будут да вот если это ну каждый сможет заявку свою оставить на участие ну да что вы думаете татарчик по этому поводу во первых я бы не сказал что это рациональное финансирование потому что 400 к на лед это 4 шалкера я если если да я даже не знаю в принципе для льда понадобится очень алкера чел это это же пиздец нет он легко копается но я не знаю где и даже не знаю сколько стоит лед так что нормально нормально а за какой срок вы хотите вот это выполнить да вот мы хотим в середине лета где-нибудь или в начале июня вот о или в конце вот такое слушайте татарчик но я бы дал ему теоретически это может собрать людей и прикольно то что это ивент ну прям в городах будет проходить это клево давайте но мы выберем дату если вы до этого до этой даты ничего не устраиваете вы должны вернуть деньги а если устраиваю хорошо значит я конечно да понимаю да татарчик вы чё согласны не согласны а сколько 400 к не попросили не особо много о уры блять уры ну то есть за месяц да за месяц давайте так до 10 июня вам срок будет да хорошо так в таком случае все вы записали татарчик записывайте да да здравствуйте здравствуйте у вас попова идея или как мега хайповая идея пройдемся в дискорд такой давайте ваш тело сосуд вас пересосут лютый план по дому вентов то есть я хочу организовать дом ивентов то есть вот представим ситуацию вот вы такой новичок лютые такое хотите себе лютое место для ивентов но денег на территорию нету для одного ивента ну то есть потратить деньги на территорию ради одного ивента но это вообще так и вдруг вы приходите в компанию ооо дворец ивентов и заказывайте у нас огромное помещение с чайным домиком ледовой ареной и гектарями винограда вот и вообще не бронитесь не ругаетесь и ивентик проводите то есть вот мы хотим вот со построить это почему именно вот сам потому что чебоксара вот каждый чебоксар захочет сделать праздник лютый вот со сити и он будет платить тысячи миллиардов ара вот вообще вот ну если что там деньги будем делить там все такое вот сам план дворца вот нам нужна территория желательно в городе у соседи вот и мы хотим либо попросить деньги чтобы мы купили эту территорию либо ну сразу чтобы нам вы у меня хотите попросить денег чтобы у меня купить территорию правильно да 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 хорошо это большой остров я вам на следующем слайде там будут ну вас вешивание мультивселенной насколько знаю кто это вообще будет ну топово вообще сочетаться там вообще просто но это шок будет люто вот то есть смотрите вот примерный план острова двух островов он примерните да а вы его построите где с нуля вообще просто с нуля это не проблема он примерно ну и 400 блоков в длину и 250 ширину ну чтобы понимали на серьезность ивента уже было заплачено полторы тысячи аров на саму постройку то есть это на вот эту картинку или ну типа вот спасибо за внимание то есть нормально во первых это total коммерция они просят денег на то чтобы начать свой бизнес по продаже территории абсолютно абсолютно верно но все до свидания тогда до свидания до свидания вот я к вам с такой секундочку такой вот ну жесткой проекта и которая уже проводилась а это новый сезон вы уже слышали про импийские игры которые проводились в конце зимы какие сейчас мы ну жестко проводим импийские игры весна а что такое работа на миссарами это там где только импийские потому что у нас организация имп и пить и ладно хорошо это ну гениально так вот в прошлых импийских играх был жесткий призовой фонд в 30 стаков который мы лично про спонсировали и внезапно ну и пески игры оказались ведь вам популярны и популярен даже мы ожидали поэтому мы решили сделать так сказать что вы хотите я уже сказал но я уже все понял сколько вы хотите именно и этой страны а также нет это пойдет на призовой фонд и призы за дополнительные конкурсы по типу представления команд и зрительской поддержки сколько ну 15 стаков 10 татарчик что думаете это потенциально прикольно это хуина тима сейчас и за три-четыре дня зарегистрировано четыре города а подарите а сколько у вас участвовала вот в прошлых импийских играх в прошлых зарегистрировалась восемь команд но участвовала 7 сейчас уже зарегистрировано 3 которые участвовали я одна уже новая команда и еще в тот раз очень много народу приходили на открытие говорили что вот блин мы только узнали на когда вы планируете начало вы сказали это весенние будут а весна скоро уже заканчивается мы у нас зимние были последние недели зимы а весенние последние недели весны с 22 по 26 мая это будет происходить у нас на к в 2000 жестко ну минимум девять стаков татарчики я бы хотел бы дать что вы думаете может десятка просто вот ровную сумму давай день на девять стаков и согласны это всегда лучше чем ничего давайте не себе я согласен на 10 я согласен на 10 фондов это хай вот и но я хочу жестко на такой хорошей волне передать слово другому участнику моей команды у него очень хайповый ивент в разработке сейчас то есть мы но один проводим в конце весны а в начале лета уже ну так ну давайте так передавайте передавайте давайте здравствуйте здравствуйте я к вам с очень интересным ивентом и глобальном смотрите вы возможно уже видели я бы хотел вам показать видосик промо ролик вы появляетесь сзади своего замка и первым что вы видите бочку который лежит пропуск вашей команды не вы будете хранить ресурсы но количество предметов ограничено четырьмя стаками все же что превысит этот предел будет выплюнуто ничего себе далее можно заметить раздатчик с ботинками под цвет вашей команды в них не так много смысла но они нужны для других механик которые будут реализованы в будущем потом стоит магазин который выдает целый кидзу измруд у вас возможно появился вопрос как же получить изумруды терпение потом сами все поймете это конечно все интересно но давайте выйдем за стены и посмотрим что тут еще есть первое что бросается в глаза это нажимная плита короче он сделал мини игру но в игре будет появляться железо прикол у генераторы есть два апгрейда 1 уменьшает задержку спав на железо 2 свою очередь позволяет больше не стоит я правильно понимаю один должен стоять а второй должен вот тут бегать их приходят их разъебывать будут вражеская команда может идти и купить эти улучшения заново тем самым отменив но коррековали на железо если повернуть лево от генератора будет рынок и продаются разные ресурсы а также броня это прикольно короче все я я понял я это видел это это реально хайповые темы это хай так а сколько вы хотите ариф сколько во первых сколько осталось чтобы я оценивал 704 но я бы хотел попросить где-то 300 ну и нормально а сколько сколько длится катка вот вот в этой штуке сколько катка длится в среднем в тесте ну до этого она длилась 30 минут около того может 40 сейчас она будет немножко побыстрее потому что много переработок для сп и все такое то есть вот такая вот чем татарчик я за я видел этот трейлер вот когда он тогда еще выходил это прикольные но такая мини-игра а вам именно на постройку данной вещи нужно закупку материалов и ресурсов и все в этом духе я бы выделил татарчик это прикольно это какое-то новшество она может стрельнуть а может не стрельнуть но только если дом даты просрочит тогда возвращают к июлю к июлю не месяц нет потому что она только в июне начнется к июлю если вы ничего не сделаете 1 июля то возвращать все хорошо все подавайте 300 а почему человек скинах уродов скип я бы послушал можно ну так просто послушать ребят я вас послушаю да здравствуйте итак я к вам пришел с таким вопросом что едят новички на sp5 картошку золотую морковку это полный кал нам нужен завод сыр колбас зачем это уверенность успех ну понимаете это хай это реально хай парик не перед жулькинс на кое 10 ар и все в этом месяце уже будет стоять то есть столица ну культурная полета всего это то есть там будут и работники и рабочие и детсад и это вообще все будет подожди вы на завод сыра колбас требуете 10 арт да так я даю слова mc макса давай говорим думаешь потянем а вы что подождите это будут раздаваться сыра колбасы или что что это будет да насильно насильно если кто-то отказывается до силы убивая начать в чем фишка значит завод сыр колбас только будет у нас как бы вот до маньшилди нету только на сп то есть но это реально хай мне если на мою шину потарчик вы можете из своего кармана 10 таров выделишься по не ушли ну да они все построят за минут две-три но я уверен вас уверяю все будут накормлены просто просто будет еда для новичков уделяться или как мамы напихаем ролл эти как а кустики знаете этот переменованы знаете просто добавил шалкар кустиков будем затем раздавать шарики уже 5 докопали принтеров лед вот вам финансированием ура могу дать мэр и есть все смотри они не угорают вот нахуй не это знали не подарили все уроды ухо чем это время есть еще люди с нормальными идеями заходите денежки заканчиваются так на спасибо тогда спасибо свяжитесь татарку пропусти я просто кое-что спрошу короче я обсудил просто спросить ну как удачи короче не подумал если мы не можем разобрать броню потому что это испортит получается но ты просто хочешь денег ты не хочешь что-то сделать ты просто хочешь денег и не нужны деньги у меня все есть зачем не деньги а что тогда я говорю я не прошу тебя денег просто хочу точнее могут кирки раздавать раздавали не если делать мы еду раздавали тоже если такая но если человек сам приходит забирает типа это нормальная тема на ленис не руби его пожалуйста все нормально да все можно на кирки раздавали пинг делаю только не мега топовый алмазные кирочки на шелковое касание все на хайпе шелки эффективность все тогда давай здравствуйте у меня идея все татарчик закрываем 20 тысяч аров и я ничего все пока на все были